МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он берет свое начало с 1967 года, с 4 июля. Нам в этом году 55 лет. У нас юбилейный год. Поздравляем. Спасибо большое. И как институт он начал функционировать с 1998 года. Благодаря грамотной политике нашего президента, вуза Людмилы Леонидовны Витько, был образован Савропольский государственный педагогический институт, который в 2008 году еще реорганизовал и включил в себя три филиала в городах Буденновский, Железноводский и Сентуки. То есть на тот момент это был институт, и там выпускали исключительно педагогов? Изначально это было Ставропольское педагогическое училище, где, конечно же, выпускали педагогов, учителей начальных классов, воспитателей, дошкольных образовательных организаций. Сейчас как? Сейчас что изменилось? Сейчас мы, конечно, расширили свое поле деятельности. Кроме учителей начальных классов, воспитательных, детских садов, мы стали выпускать еще и предметников, учителей русского языка, литературы, истории, общества знаний, иностранных языков, физической культуры, математики, информатики. То есть практически весь перечень тех предметов, тех предметников, которые необходимы для работы в школе. Кроме учителей физики, химии, потому что данные мы хотели бы в будущем выпускать этих учителей, но требуется серьезная материальная подготовка в плане базы для того, чтобы готовить данных учителей. Но мы работаем над этим. Когда-то профессия учителя была очень популярна, престижна, многие хотели стать учителем. Сегодня вот сколько студентов обучается у вас? По комплексу у нас около 10 тысяч. Это включая наших слушателей, которые проходят повышение квалификации и переподготовку. Но если чисто студентов, это около 8,5 тысяч, обучающихся по программам среднего, профессионального и высшего образования. Те специальности, которые представлены, они востребованы сегодня среди молодежи? Да, у нас все время высокий конкурс на такие направления, как начальное и дошкольное образование, педагогическое образование с профилями начальное и дошкольное образование. История. В этом году впервые мы набрали новый профиль культурологическое и правовое образование. Он тоже очень интересен для наших абитуриентов был. И очень большим спросом пользуется цифровое образование и иностранный язык. Потому что современное время требует, видимо, других компетенций, умением себя проявлять в цифровых ресурсах. И, конечно же, иностранный язык расширяет наше поликультурное восприятие мира и возможность для собственной самореализации. Сейчас еще очень популярна психология. У вас она представлена? Да, психология образования мы тоже набрали в этом году. До этого у нас всегда психология реализовывалась на заочной форме обучения. В этом году мы впервые набрали научную форму. И очень рады этому, потому что в современной школе без психолога очень трудно. Ведь современный ребенок требует грамотной поддержки на всех этапах его взросления. Особенно современному школьнику, который испытывает сложности на этапе государственной итоговой аттестации, ЕГЭ. И грамотный психолог и психологическая служба в школе могла бы минимизировать риски, которые могут возникать в данном возрасте. И вот возникает вопрос, такой плавно вытекающий, про кадровый состав. Потому что в сельской местности, например, бывает часто не хватает учителей по тем или иным специальностям, предметам. А у вас хватает? И как проходит, повышает свою квалификацию ваши педагоги? Очень хороший вопрос, Заира. Почему? Потому что мы привыкли говорить о дефицитах педагогических кадров школы. Уже это как бы оскомино даже. Мы понимаем, что действительно катастрофически не хватает учителей. Но я думаю, что в ближайшее время эта проблема может коснуться и вузовской среды. Потому что обновляемость педагогическими кадрами идет в замедленном темпе. В нашем вузе я считаю, что эта ситуация очень ровная и спокойная. 45 лет средний возрастной ценз наших сотрудников, 80% педагогов, которых кандидаты и доктора наук. Но очень хочется верить, что та социальная поддержка, которая может быть оказана современному преподавателю и педагогу в школе, позволит чувствовать им себя увереннее. И социальное защищение в нашем обществе. Ну, я вот никак не могу понять. Вы говорите, что есть у вас конкурс. То есть студенты борются за место. Да. Куда деваются они все после того, как закончат вуз? Почему не хватает у нас педагогов в школах? Это серьезный вопрос. И ответ на него, конечно же, на поверхности. Те наши выпускники, которые, начиная уже с третьего курса, начинают работать в школе, они сталкиваются с огромной колоссальной работой, которую должен вести учитель. Он ведет ее ежедневно. Для того, чтобы заработная плата была достаточной для проживания в нашем обществе, естественно, они берут большую нагрузку. Полторы-две ставки. Очень быстро происходит выгорание, профессиональное выгорание. Мне кажется, эта проблема грамотно сейчас поднята на уровне правительства, в части оплаты труда педагога, и должна быть урегулирована в нашем государстве. Тогда те наши выпускники, 75% трудоустроенных после окончания вуза, будут оставаться в школах. И не будут менять свой выбор, когда-то сделанный. Будут дальше проявлять себя в области учителя данной профессии. А как Вы считаете, школа, так, к которой мы привыкли, та модель школьного образования, она останется в будущем или все-таки будет меняться? Она уже меняется. Меняется ребенок, который находится в школе. И наша с Вами задача сейчас, моя сейчас задача, задача нашего коллектива – готовить уже сейчас учителя будущего. Вот. Интересный вопрос. Вот каков он, учитель будущего? Вы знаете, у Аманашвили есть легендарная фраза, что настоящий учитель, он всегда из будущего, приходит в наше общество, чтобы взять ребенка и повезти его за руку. Для сегодняшнего школьника, учитель будущего, учитель сегодняшнего, настоящего – это тот, который умеет его слышать, понимать, направлять. Это не просто ретранслятор знаний. Я знаю, и я именно являюсь тем источником Ваших знаний. А тот, который научит его ориентироваться в пространстве информационного изобилия. Ведь, по сути, сейчас в интернете мы можем получить любую книгу, получить любое знание. Учитель поможет разобраться в истинности этого знания и его ценности. Вот в стенах Вашего ВУЗа, получается, сталкиваются два поколения. Это педагоги и студенты, да? Вы сказали, что средний возраст – это 45 лет, в общем-то, это молодые. И вот как складываются взаимоотношения между двумя поколениями? Находят ли общий язык, тем более в наш век, таких технологий цифровых? Мы очень уважительно относимся к возрасту. И я вообще считаю, что невозможно… К какому? Молодому или к зрелому? К молодому и к зрелому. Если говорить о зрелом возрасте – это наши корни. Мы не можем ни в коем мере не учитывать их богатейший опыт и не опираться на него. Если говорить о молодом возрасте, о нашем студенте, то это новая энергия, это новое видение, это стертые границы, которые, возможно, у нас были. Ведь сейчас же по клику можно лишить очень много проблем, найти новых друзей. Они в этом ориентируются лучше, чем мы. И нам, сегодняшнему педагогу в ВУЗе, нужно четко чувствовать эту грань и сохранять традиции, которые много десятков лет в нашем ВУЗе существовали и существуют по сей день. И, конечно же, те инновации, которые так необходимы новому поколению. Вот я была студенткой в 2000-х годах, помню, были лекции, ходили в библиотеки. Сейчас, наверное, все иначе. И сейчас мы сохраняем лекции, библиотеки, но сейчас мы стараемся больше вводить интерактивных форм взаимодействия. Это диспуты, это панельные дискуссии, это вопросы коллекционные, которые мы можем рассматривать с разных сторон. Сами студенты могут подготовить ответ на вопрос и быть судьями грамотности этого ответа, насколько он действительно описывает ту ситуацию, которая сложилась в обществе. Мы меняем подходы к взаимодействию со студентами. Мы должны быть для него интересны. Мы не можем быть назидателем неким и таким авторитарным исполнителем образования в нашем обществе. Наставником. Скорее, да, скорее мы должны развивать институт наставничества. И именно это и привело нас к той мысли, чтобы создать в стенах нашего ВУЗа ассоциацию молодого учителя. Почему? Потому что, с одной стороны, преподаватель, который годами готовил, пусть, учителя математики, истории, русского языка. С другой стороны, тот молодой учитель, который уже сейчас в школе, и он учитель русского языка. Как это сочетается? Есть ли здесь недопонимания? Вот в рамках этой ассоциации, проведения методических круглых столов, мы эти дефициты общения практически решаем. Убираем эти проблемы во взаимодействии. Потому что грамотный преподаватель всегда должен готовить учителя к тому, с чем он сейчас будет работать в школе. Аня, вот я считаю, что путь к успешному взаимодействию с молодым поколением еще и лежит через материально-техническую базу. А вот что у вас изменилось в ВУЗе за последние годы? Да, у нас действительно есть перемены. Все, что мы обновляем внутри нашего института, это и площадки для регистрации демоэкзамена по компетенции дошкольное воспитание. Это и обновление библиотечных ресурсов. Аудитории стараемся, чтобы они соответствовали и шли в ногу со временем. Мы еще, нам удалось благодаря поддержке губернатора нашего края Владимира Владимировича Владимирова и учредителя Министерства образования Старопольского края получить проектно-сметную документацию, разработать и уже имеем мы на руках на строительство спортивного зала, который нам крайне необходим. В нашем ВУЗе уже несколько лет готовятся учителя физической культуры, безопасности, жизнедеятельности и хореографы, которыми славится не только наш ВУЗ, но, наверное, и в крае. Мы наслаждаемся их победами. Поэтому данный комплекс, я очень надеюсь, что при поддержке правительства будет построен в нашем ВУЗе. Судя по всему, материально наше правительство помогает ВУЗу. А вот как насчет материального положения самих студентов? Расскажите о стипендиях, которые сейчас есть. Здесь тоже мы имеем возможности в данном стипендиальном обеспечении современного студента, имеем дополнительные возможности, пользуясь финансированием субъектовым, то есть Министерством образования Старопольского края. И наша стипендия, пусть немного, но на порядок выше, чем в других образовательных организациях города. Конечно же, это тот механизм, который позволяет современному студенту чувствовать себя хоть немножечко увереннее. Кроме того, в нашем ВУЗе создана стипендия ректора и президента. За особые достижения в научной деятельности, в учебе, в спорте, в творчестве данная стипендия назначается нашим лучшим студентам. Ну и, конечно же, стипендия губернатора, к которой стремятся все, это очень престижно и является сильным стимулом для развития личности наших студентов. Общежитие предоставляете? Да, у нас есть два общежития, конечно, которые требуют тоже уже потихонечку ремонта. Мы работаем там ежегодно, собственными силами стараемся поддерживать, чтобы нашим студентам было уютно и комфортно в них. И позволяет решить ряд проблем для неблагополучной категории детей. Дети с ограниченными возможностями здоровья тоже наверняка поступают в ваш ВУЗ. Расскажите, как идет работа с ними, вот с этой категорией. На самом деле инвалидов и детей с ограниченными возможностями в нашем ВУЗе не так много, потому что все-таки педагогическая деятельность требует здорового учителя. Он должен вовремя подать руку, он должен защитить ребенка и обезопасить его существование. Но те дети, которые имеют ограниченные, небольшие отклонения в здоровье, они, конечно, учатся. У нас 83 человека по комплексу. Это не мешает им осваивать программу в полном объеме, так как и другому, любому студенту. Мы порой даже не догадываемся о том, что у него есть какие-то трудности. Потому что современная медицина позволяет, конечно, компенсировать многое. Вот при поступлении какие послабления есть и у каких категорий граждан, категорий студентов? Ну, послабление в данном случае поступает все на равных. Олимпиада наши студенты мы пока в этом году пока не предоставляем такую возможность. Но очень надеемся зарегистрироваться в следующем году. ЕГЭ, баллы ЕГЭ должны быть достаточно высокие. И слава богу, в этом году у нас уже с каждым годом увеличивается средний балл ЕГЭ, что очень радует, потому что это является одним из новых аккредитационных критериев для ВУЗа. И внутренние вступительные испытания для тех, которые поступают на базе среднего профессионального образования. Ну, здесь тоже сложностей нет. То есть, если ты мотивирован, если ты заранее готовишься, они все становятся нашими студентами. Очень радует, что в наш ВУЗ приходят из педагогических династий бабушки, дедушки, родители, которые являются учителями. Все-таки девочки, да? Девочки, но около 300 у нас мальчиков по комплексу, что тоже хорошо. Мальчишки выбирают физическую культуру, хореография, музыка, история, культурология тоже очень интересна. Наверное, правовое дело тоже. Правовое. Ну, у нас как раз культурологическое с правовым объединяет два направления. Они впоследствии могут выбрать магистратуру, которая позволила бы им даже, возможно, поменять направленность деятельности. Вот мы затронули сейчас такую официальную часть, учебную часть. Хочется все-таки окунуться именно в студенческую жизнь. Чем дополнительно могут заниматься ваши студенты? Какие мероприятия проводятся для них? Мы очень стараемся, чтобы нашему студенту было интересно в стенах нашего ВУЗа. Для этого созданы кружки, которые развивают их таланты. Конечно, это вокальные инструментальные ансамбли, которые вы видите и слышите со сцены нашего Ставрополя. Это самоцветы лошкари, тоже видели, наверное, и слышали об их достижениях. Это спортивные секции, танцевальные студии различные. Это арт-студия, потрясающая кафедра изобразительного искусства, которая делает уникальные вещи. Практически мы не обращаемся за услугами дизайнеров. Все необходимые украшения к любому празднику делает наша арт-студия. Команда КВН есть у вас? Команда КВН у нас есть. Мы запустили этот опыт работы. Но знаете, вот есть у нас некоторая трудность при формировании команды КВН, потому что все-таки учитель, он этому ко многому обязывает. И те шутки, которые может допускать учитель, проходят очень серьезную цензуру у нас. В рамках стен нашего ВУЗа команда функционирует очень хорошо. На большую сцену мы готовимся, на сцену нашего остропольского края. Как только будем готовы, обязательно об этом расскажем. Про учителей шутить, получается, может кто угодно, сами учителя шутить не могут. Мы осторожны, мы осторожны. Мы хотим, мы понимаем с вами, что учитель, как бы там кто ни говорил, какие бы социальные сети ни писали, он своим примером должен показывать, каким он должен быть. Даже если ему где-то хочется пошалить, за ним стоят ученики. Он завтра зайдет в школу, его будут знать и видеть. Его должны видеть только с лучшей стороны. Я с вами абсолютно согласна. Знаете, сейчас очень много учеников хотят уйти с девятого класса. Есть ли возможность поступить в ваш ВУЗ с девятого класса, не знаю, колледж, какой-то дополнительный образование? Об этом расскажите, об условиях поступления. Да, у нас около 1700 студентов обучаются по программам среднего профессионального образования. И здесь нет никаких трудностей, здесь конкурс аттестатов. Чем плестяще пользуются? То есть не ОГЭ? Ну нет. Они сдают государственную итоговую аттестацию у себя в школе, получают аттестат и с этим аттестатом приходят к нам. И если он набирает высокое количество баллов по среднему баллу аттестата, он поступает на бюджет, что прекрасно. Так многие те, кто переживает, как он будет сдавать ЕГЭ, обходят пока эту систему. Потому что, конечно, ЕГЭ требует серьезной подготовки и такой очень хорошей нервной системы. После того, как он отучится, он может поступить в высшее учебное заведение? На каких условиях? Опять-таки ЕГЭ нужно сдавать? Нет. А как? Тот студент, который заканчивает профильное образование, получает профильное среднепрофессиональное образование, он по нашим внутренним испытаниям проходит на программы высшего образования. То есть сдает экзамены? Сдает внутренние экзамены. Но поступить он может только по тому профилю, по которому он учился в 9 классе, после 9 класса у вас в ВУЗе или на любую другую специальность? Ну, у нас педагогические профили, у нас может на любое направление поступать. Но только в ваш ВУЗ или в другие ВУЗы тоже? Ну, может, куда угодно. Конечно же. То есть это действительно такая лазейка, да, пока, чтобы избежать? Ну, некоторые, да, хотя законодательство меняется. И сейчас больше акцент делается именно на профильности. Только им позволительно сдавать внутренние испытания для остальных категорий детей рекомендуема форма ЕГЭ. Поэтому все-таки профильность нужно соблюдать. Вот тоже не отходя далеко от темы, чемпионат WorldSkills Russia. Он позволяет нам получать специалистов, которых сейчас у нас очень мало на самом деле. Но вот радует, что действительно много студентов сейчас стараются получить те специальности, которые требуются. Расскажите, пожалуйста, участвует ли ваш ВУЗ в этом чемпионате. И если какие-то есть достижения, тоже можете похвастаться. Да, WorldSkills очень близок к мне, потому что это мой первый опыт. Я тогда была деканом факультета, и мне пришлось организовывать конкурс по компетенции дошкольного воспитания в стенах нашего ВУЗа с 2015 года. Мы участвуем в этом конкурсе, и для нас он очень важен. Даже вот сейчас, который проходит в нашем крае, параллельно с конкурсом по компетенции дошкольного воспитания, который проходит в одном из наших корпусов по улице Пирогова, 58, мы реализуем очень интересную деловую программу, проводим панельные дискуссии, выступаем с мастер-классами для всей педагогической общественности. Это абсолютно открытое мероприятие, ссылки разосланы по всему краю, потому что, мне кажется, чем больше мы будем обсуждать с коллегами, с будущими, с настоящими, те проблемы, которые нас всех волнуют, тем быстрее мы сможем их решить. И WorldSkills как раз-то открытая площадка, позволяющая и нашим студентам уже сейчас попробовать, чему же ты научился, какие ты компетенции освоил в стенах нашего вуза. Но и мудрым наставникам, те, которые находятся рядом, тоже увидят новый опыт. Ведь робототехника в том объеме, в каком она сейчас реализуется в наших программах, пришла именно с WorldSkills, потому что это было одно из заданий, и не каждый студент владел данным навыком. Поэтому WorldSkills нас тоже подталкивает к дополнительному развитию. А вот есть ли возможность у студентов, которые принимают участие в этом чемпионате, получить работу каким-то образом в дальнейшем? У наших студентов... Я знаю, что работодатели тоже принимают участие. Да, у наших студентов всегда дорога открыта. И работодатели, директора школ, заведующие детскими садами, они наши партнеры. Мы без них вообще ничего не можем. Мы разрабатываем программы образовательные только с учетом их мнения. На госэкзаменах они у нас сидят и дают оценку нашим выпускникам. По сути, они же их сразу и забирают, потому что каждый руководитель образовательной организации заинтересован в лучшем кадре, который выпускается в стенах нашего вуза. Поэтому здесь мы работаем только в тесной увязке, иначе никак и не можем. Иначе какой же это будет учитель и воспитатель в том числе? Да, действительно, это так. Вот еще хочется поговорить об одном направлении. Я считаю, гениальная просто идея волонтерское движение, которое сейчас очень популярно пронизано буквально все сферы волонтерами. Расскажите, ваши студенты могут ли быть волонтерами и в каких мероприятиях участвуют? Конечно, волонтерская деятельность и учитель, и педагог, мне кажется, вообще-то где-то очень-очень близко и рядом. Мы не оставались в стороне ни в период пандемии, ни сейчас. Блестящий волонтерский отряд, как в стенах нашего вуза, так и филиалов трех. Это объект внимания, лучик, добрые сердца. Потому что эти отряды позволяют помогать обществу справляться с трудностями, с которыми не могут справиться сами. Например, во время пандемии это были волонтеры-репетиторы, волонтеры просвещения. Мы подключались к дружественным нам образовательным организациям с помощью. Наши студенты владеют цифровыми технологиями. Они все учителя владеют в школах. За одной практикой. Да, за одной практикой. Именно так мы организовали педагогическую практику, потому что это позволило и сохранять здоровье наших педагогов, и в то же время не терять качество подготовки учеников. Волонтеры наши присутствуют наблюдателям на экзаменах уже несколько лет подряд. Они наблюдают за чистотой проведения единого госэкзамена, помогают нашему учредителю. Волонтеры наши сидят в колл-центрах и помогают нашей системе здравоохранения, потому что мы знаем, как трудно было в этот период, и до сих пор трудно. И их помощь, даже как кул работника, который отвечает на звонки, бесценна. Ну и, конечно, педагогический отряд, ритм, который дважды являлся победителем всероссийского конкурса педагогических отрядов, он насчитывает более 300 студентов в своих рядах, показывает блестящие результаты в лагерных сменах. Мы гордимся этим отрядом, очень хотим, чтобы его деятельность и дальше была такой же блестящей. Вот сейчас принято бабушке, молодежь уже не та, но все-таки с удовольствием становятся волонтерами? Как откликаются ребята? Вы знаете, мы не сталкиваемся с трудностями такими, которые бы... Они нам не отказывают. Ведь мы же не для себя просим. Наши студенты изначально понимают, что профессия учителя – это социальное служение. И хочешь ты того или нет, возьмите любого педагога. Он прежде всего, конечно, соцработник. Он тот, который меняет собой качество жизни другого ребенка. Поэтому проблем с откликом нет. Проблемы, скорее, больше занятости. Потому что если студент погружен в учебу, он не всегда может находить время для какой-то дополнительной работы. Но за это подхватывают те, кто могут. Поэтому около 30% студентов по всему комплексу вовлечены в волонтерскую деятельность. Сейчас многие родители обеспокоены тем, что эпидемиологическая обстановка как-то влияет на учебу и на знания детей. Как-то изменилась Ваша работа с пандемией? Это уже какая пятая волна? Уже счет потеряли? Вы знаете, мы осторожны. Мы просто стараемся соблюдать и требования, которые перед нами ставит Роспотребнадзор, рекомендации, которые нам спускает наш учредитель, Министерство образования Старопольского края. Но для меня в данный момент было очень главным сохранить именно качество подготовки нашего студента. Ни для кого не секрет. И мы считаем в педагогическом нашем обществе, что никакой цифровой ресурс не может заменить энергетического обмена. Ведь, по сути, мы тоже могли бы с Вами общаться через экран. Но это совсем другой разговор. Та энергия, которая возникает в процессе вопроса и ответа и глядя в глаза собеседнику, она меняет всё. Знаете, есть потрясающие слова у палестинской правозащитницы. Она говорила, что один учебник, одна ручка, один учитель и один ученик могут изменить этот мир. И мне кажется, только за руку держась и глядя в глаза можно сохранять и улучшать наш мир. Цифровые элементы помогают, но ни в коей мере не должны заместить самое главное – формирование личности ребёнка, которое возможно только вот так, глаза в глаза. Ну, то есть студенты Ваши сейчас ходят, учатся, всё как положено. Да, ходят, учатся. И были во время пандемии, если вдруг заболеваемость, которую мы видим, что один заболел студент в группе второй, конечно же, мы переходили на дистанционный формат взаимодействия, но не было он в нашем ВУЗе. Слава Богу, Господи, я очень надеюсь, что и дальше убережёт нас судьба. Не было такой кризисной ситуации, которая бы говорила о каком-то огромном всплеске заболеваемости. Слава Богу, мы никого не потеряли. Только тех ушли два сотрудника, которые глубоко болели другими заболеваниями. Остальные все живы, здоровы, рядом с нами. И я очень надеюсь, что этот период пандемии нас многому научил. По крайней мере, мы часто слышали о цифровизации образования, о том, как это здорово и важно. Мы сейчас слышим, это действительно здорово и важно, но как дополнение к основному образованию. Я с Вами абсолютно согласна. У нас, к сожалению, программа подошла к концу. Как всегда, было очень интересно, тепло с Вами беседовать. Спасибо, что пришли. Спасибо Вам. Спасибо огромное. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о деятельности Ставропольского государственного педагогического института. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите своё ТВ. Ставропольского государственного педагогического института. Продолжение следует...